Здравствуйте! Вы на канале Зеленые Питомцы. Сегодня мы с вами поговорим о наших любимых сансивиериях. В этом видео я расскажу все о моем уходе за ними и отвечу на несколько самых часто задаваемых вопросов. На сегодняшний день в моем доме живет около 90 сортов. Этот список понемножку увеличивается, потому что всегда есть несколько сортов в списке хотелок. В целом сансивиерий я выращиваю 4 года и за это время у меня уже сформировалась четкая инструкция ухода за ними, укоренения и адаптации к домашним условиям, потому что все равно большинство сансивиерий ко мне попадают из азиатских либо голландских поставок, хотя есть и домашние экземпляры, которые по моему мнению намного лучше привозных. Начну с описанием. Во-первых, на основании результатов генетических исследований весь род сансивиерия полностью исключен из ботанической классификации и отнесен к роду драцена. Наука не стоит на месте, то есть теперь весь род сансивиерия это просто как синоним к роду драцена. Условно сансивиерии можно поделить на две группы. Первые это те, которые живут в очень засушливых регионах, пустынях и те, которые живут в тропиках и субтропиках. Эти две группы очень отличаются между собой. Первые это настоящие суккуленты, имеют очень толстые кожистые листья, длинные подземные столоны и часто наращивают каудексы, где они запасают влагу и питательные вещества. Растут они очень медленно и таким образом они отлично адаптированы к жаркому климату с очень низкой влажностью и редким увлажнением почвы. Что касается второй группы из тропиков, то это тонколистные сансивиерии, которые некоторые источники даже не относят к суккулентам. Это все сансивиерии вида трепостята и подобные им. Они хуже переносят длительные засухи и иногда даже сушат кончики своих листиков при очень низкой влажности. Например, если такую сансивиерию зимой поставить в непосредственной близости к радиатору. Теперь, что касается ухода. Во-первых, вне зависимости от вида, все сансивиерии очень светорюбивые. Чем больше растение будет получать солнышко, тем ярче, шире, плотнее и сочнее будут листики. На солнышке сансивиерии быстрее растут и охотнее дают деток. Ну и всегда солнечный подоконник это профилактика от грибковых заболеваний и загнивание корневой, потому что грунт просыхает быстрее. Часто меня спрашивают об уходе за листиками, чем я их натираю, что они так блестят. Честно сказать, я ни разу в жизни не использовала полироли для своих растений. Все, что я делаю, это по мере загрязнения просто протираю листики мокрым ватным диском. Ну и в особо жаркие дни могу их опрыскать. А насчет блеска листиков, то могу сказать, что это их естественный блеск. Если растение здоровое, получает должный уход, достаточно солнышка, то листики блестят сами собой. Ну и конечно сорта с матовыми листиками блестеть не будут. К вопросу об искусственном освещении, о выборе ламп, их мощности, ничего сказать не могу, потому что все свои растения я выращиваю на подоконниках, либо возле окон. Зимой, конечно, света мало, поэтому растения замедляют свой рост. Теперь самые часто задаваемые вопросы о субстрате. Главное правило, почва должна быть рыхлой, легкой, воздухо- и водопроницаемой. В продаже уже есть готовые субстраты для суккулентов. Также можно использовать покупной универсальный субстрат и в качестве рыхлителей добавлять туда перлит, вермикулит, песок, гравий, серамис, кирпичную крошку, вулканическую лаву. В общем, выбор велик. Мои сенсивьери уже 10 месяцев живут в чистой личозефон. Видео о ней не снимала, я ссылочку оставлю в описании. За эти 10 месяцев могу сказать, что все растения чувствуют себя прекрасно. Из плюсов хочу отметить то, что на подоконниках и стеллажах чисто, при проветривании никакой легкий субстрат или перлит не разлетается по всей комнате. Пересадки и отделение деток стали проще, корневая нарастает лучше, она декоративнее, но к ней тоже нужно приспособиться. Из минусов отмечу только то, что сам процесс полива усложнился, потому что вода очень быстро вытекает из дренажных отверстий, она не успевает распределиться по всему горшку, поэтому поливать нужно тоненькой струйкой вокруг всего растения. И когда на подоконнике горшки стоят 2-3 рота, как у меня, то это делать неудобно. Нужно каждый горшочек снять, полить, лишнюю воду из поддона пылить и поставить на место. Это занимает очень много времени. Теперь о самом поливе. Летом я их поливаю, когда грунт почти полностью просохнет. Если сильно жарко, то я их не пересушиваю. А зимой поливаю после полной просушки грунта. Несколько сансибиерий у меня живут в прозрачной горшках, и я могу наблюдать, с какой скоростью просыхает лечуза. Таким образом, летом я их поливаю где-то раз в неделю, а зимой где-то раз в 2-3 недели, в зависимости от температуры воздуха и от количества солнечных дней. Воду использую со скважины и всегда теплую. В воду для полива я добавляю минеральное удобрение для кактусов и суккулентов, только концентрацию делаю где-то в 3 раза меньше, чем написано в инструкции. Таким образом, я удобрение вношу с каждым поливом, только концентрацию делаю слабее и при этом корни не страдают. Ко всему этому мы должны правильно подобрать горшок. Я сажаюсь сансибиерии в горшки по размеру корневой, либо немножечко на вырост. Здесь мы должны учитывать особенности сорта сансибиерии, потому что есть сорта, которые дают деток на длинных столонах в сторону, как, например, Клеопатра. И для таких сансибиерий лучше подобрать не глубокий, но широкий горшок. А есть сорта, такие как, например, Монолин или Грандис. Они столоны опускают глубоко вовнутрь горшка, могут сделать круг по дну горшка, при этом выталкивают материнское растение на поверхность. И для таких сансибиерий лучше подобрать горшочек глубокий. Это мы с вами разобрали основные принципы ухода. И теперь немножко поговорим о сложностях, которые могут возникнуть. Первое это залив. Чаще всего залив происходит в холодное время года, когда в помещении низкая температура или холодный подноконник и короткий светодень. Тогда растение впадает в анабиоз, то есть замедляет свои жизненные процессы. И корневая полноценно не работает. Она не может справиться с тем количеством влаги и начинает подгнивать. И, конечно же, это сказывается на самой листве. Листики теряют туркар, а в особо запущенных случаях появляются мокрые пятна. Такую сансибиерию нужно срочно доставать из мокрого субстрата, убирать все гнилые корни, обработать фунгицидом, подсушить и сажать в сухой субстрат. И где-то минимум неделю не поливать. Первые поливы осуществлять небольшим количеством воды и желательно по краю горшочка. Те мокрые пятна на листках должны подсохнуть, и на их месте будут сухие участки. Но, конечно, при сильном заливе не всегда можно спасти сансибиерию, потому что это то, чего сансибиерии очень боятся. Такая же ситуация может произойти и после сильной пересушки земляного кома, когда корневая полностью высохла, и мы начинаем сразу обильно поливать, чтобы растение быстрее напиталось влагой. Но проблема в том, что тут тоже корневая не работает, она не впитывает влагу, и сансибиерия начинает цыгнивать. В этом случае мы должны тоже понемножечку ее отпаивать небольшим количеством воды, чтобы корневая сначала наросла, и потом уже туркар постановится. Следующая неприятность – это солнечные ожоги. Когда, например, вы покупаете новое растение и ставите его сразу же на южный подоконник. Неадаптированное растение к такому освещению может пострадать и получить ожоги, которые уже никуда не денутся. Они, конечно, на рост и развитие растения не влияют, но портят внешний вид. Поэтому к южным окнам сансибиерию нужно постепенно приучать и вначале притенять. Лучше всего сансибиерии ставить на южное окно зимой или в начале весны, когда светодень и интенсивность солнышка понемножку увеличивается, и таким образом сансибиерия постепенно сама к лету уже адаптируется к таким условиям. Мои сансибиерии три года жили на южных окнах. Никто не подгорал. Сейчас они живут на восточных окнах и тоже хорошо себя чувствуют. И, наконец, самое неприятное, что может произойти с нашими сансибиериями, это вредители. Если еще с трипсом, белокрылкой, щитовкой или мучнистым червецом можно легко справиться, если просто пролить грунт инсектицидом, то есть намного сложнее вредитель. Это красный плоский клещ, который прячется глубоко в пазухах листика и достать его очень сложно. И никакие методы полива грунта препаратом на него не действуют. От клеща мы используем только действенные, проверенные и оригинальные окорициды. Лучше всего выбирать с трансламинарным эффектом. То есть это те препараты, которые проникают в глубину листовой пластины и им легче достать до колонии клеща в пазухах листиков. Подробно на этой теме останавливаться не буду, потому что я снимала отдельное об этом видео и ссылочку тоже оставлю в описании. Хочу подчеркнуть, что лучшие средства защиты от вредителей это профилактика. Каждое новое растение я обязательно обрабатываю инсектоакорицидом и где-то раз в полгода дополнительно обрабатываю все сенсильерии. Но и для того, чтобы не заканчивать свое видео на негативной ноте, на рассказах о болезнях и вредителях, я хочу рассказать о полезном влиянии сенсильерии на ее обладателей. Во-первых, они выделяют большой объем кислорода, очищают воздух в помещении, уничтожают бактерии и нейтрализируют вредные испарения от красок и мебели. Согласно феншу, сенсильерии помогают усвоение новых знаний, они поглощают злобу, зависть и взайме наполняют атмосферой творчества и размышлений, помогают быстрее достичь своей цели и развивают находчивость и приприимчивость. Так что всем настоятельно рекомендую завести у себя дома этот прекрасный цветок и выращивать его в удовольствие, потому что уход за ним не так уж сложный и подойдет для начинающих цветоводов. Всем добра, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и заходите ко мне на страничку в инстаграм.